Всем добрый день, мои дорогие подписчики! В сегодняшнем ролике я бы хотела вам назвать 5 наиболее часто встречаемых ошибок после протезирования колена. Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Надежда. Я реабилитолог, живу и работаю в Канаде. Работаю с послеоперационными пациентами. Восстанавливаю пациентов на дому в первые недели после операции. ТОП 5 ошибок, которые пациенты совершают в первые недели после протезирования. Первая ошибка это подкладывание подушки под колено. Это когда вы, оказавшись дома, для удобства, для комфорта, для того, чтобы снять боль в прооперированном колене, подкладываете подушку, валик, свернутое полотенце, под колено. Действительно, в этом положении боль снижается, сустав находится в расслабленном положении и вы чувствуете себя более комфортно. Но что наступает, это то, что мышцы, которые находятся под коленом, то есть сгибатели нашего колена, они постепенно зажимаются, сокращаются и уже через несколько недель, к своему зачастую неприятному удивлению, вы обнаруживаете, что вы не можете разогнуть колено. Вторая ошибка это когда вы бережете свою ногу, защищаете свою ногу, стараетесь не делать ничего лишнего с вашим суставом, с вашей ногой, стараетесь не наступать на ногу, стараетесь не делать лишних упражнений и вообще стараетесь не делать никаких лишних движений с послеоперационной ногой. Например, вам врач сказал, что на ногу наступать можно, все упражнения делать можно, но тем не менее, оказавшись дома, вы начинаете как-то поджимать ногу, не наступать на нее, как-то стараетесь не делать особо много лишних упражнений с целью, чтобы как-то защитить вашу ногу. Здесь я вам хочу напомнить, что то, что касается восстановления мягких тканей, это мышцы, связки, капсула, в общем, весь наш сустав, это восстановление происходит только, когда вы делаете движение. Вот в этом случае как раз-таки работает поговорка, движение это жизнь, то есть наше восстановление, восстановление всего того, что вам повредили во время операции, происходит только с упражнениями. Следующая ошибка это плохо контролируемый отек, это когда вы не имеете представления, либо имеете плохое представление о том, что в послеоперационный период действительно очень важно следить за воспалением в вашем суставе, то есть всеми известными способами, методами снижать воспаление в вашей ноге, потому что плохо контролируемое воспаление ведет к плохо контролируемому отеку. Если мы своевременно не позаботимся о том, чтобы все это сбить, то все дальнейшее восстановление может быть тяжелым, потому что, ну представьте, ваш сустав, он наливается, как становится, как сосиска, как резиновый такой, да, вот жгут, с которым невозможно ничего сделать. Следующая ошибка это так называемое положение реакция защиты вашей ноги. Положение реакция защиты вашей ноги это когда в послеоперационный период в положении стоя человек защищает свою ногу, поджимает ее и перекладывает вес тела в основном на свою здоровую ногу. Знаете, такое положение подбитой цапли, то есть либо цапли, когда человек стоит просто на одной ноге, а вторая нога у него как бы так поджата. Это неправильное положение с первых дней. Хочу вам напомнить то, что касается протезирования колена. Если не было каких-либо особых других рекомендаций со стороны врача, но с первых дней мы стараемся задействовать нашу оперированную ногу так же, как и здоровую ногу. То есть нагрузка должна ложиться пополам на обе ноги в положении стоя 50% и 50%. И последняя ошибка это несвоевременная замена упражнений, либо полное отсутствие замены ваших упражнений. Допустим, приходите домой и начинаете выполнять упражнения, которые вам рекомендовали, либо которые вы нашли в интернете и которые вы выполняете на протяжении нескольких недель, а то и нескольких месяцев после операции. Хочу напомнить вам, что упражнения нужно менять каждые две недели, в среднем это каждые две недели после вашей операции. То есть если мы берем начало реабилитации, то каждые две недели должна быть какая-то прогрессия. Это были мои топ-5 ошибок, которые вы совершаете по моим наблюдениям после операции по протезированию колена. Если у вас остались замечания, либо если вы хотели бы добавить что-то в этот список, пожалуйста, напишите комментарий под данным роликом. А я прощаюсь с вами. Всем прекрасного восстановления, до следующих роликов и всем пока-пока!